Добрый вечер, дорогие друзья! Считается, что сельское хозяйство не может быть прибыльным. Есть даже такая поговорка, если хочешь быстро потерять деньги, играй в казино, а если хочешь разориться, займись сельским хозяйством. Но наш сегодняшний гость посвятил этой отрасли всю свою трудовую жизнь. В студии программы «Звезда на звезде», директор совхоза имени Ленина Московской области, заслуженный работник сельского хозяйства России Павел Грудинин. Павел Николаевич, добрый вечер. Недавно вице-премьер правительства Игорь Шувалов сказал, что аграриям стоит приготовиться к отмене санкций и контрсанкций, в связи с чем на наш рынок вернутся западные продукты. Вот вы к этой ситуации, как руководитель большого хозяйства, готовы? Мне кажется, Игорь Иванович, Шувалов не совсем был прав. Вообще-то они никуда и не пропадали, заграничные продукты. Мы ограничили только часть импорта, который к нам приезжал. Причем даже тот импорт, который вроде как запрещен к ввозу, он приезжал к нам через Белоруссию, Казахстан и другие страны. Недаром Россельхознадзор в прошлом году отчитался, что он 9 тысяч тонн продовольствия уничтожил. А во сколько он не уничтожил, было ввезено, это отдельный разговор. Причем, помните, президент говорил, что Белоруссия ввезла в Россию яблок в 5 раз больше, чем могла произвести. И говорил, что давайте лучше деньги вам дам на сады, мы вам дадим денег на сады. Поэтому никаких санкций особенно и не было. Другое дело, что после падения курса рубля, ввозить импортное продовольствие вообще стало невыгодно в России. И поэтому даже те страны, которые не попадали никогда под это эмбарго, Южная Америка, Китай и все остальные, Турция, кстати, тоже, они снизили ввоз продовольствия. А вот достигли мы своего импорта, то есть, скажем так, уровня импортозамещения, который хотели, который написан в доктрине продовольственной безопасности, это вопрос. Потому что мы, к сожалению, не получили инвестиции. Потому что если вы закрываете рынок, вы сразу должны дать своим производителям деньги для того, чтобы они построили фермы, заложили сады, построили склады. И после этого наполнили своим продовольствием уже отечественные прилавки. Вот этого-то, кстати, и не произошло. Потому что в декабре 2014 года, помните, ставки взлетели, процентные ставки по кредитам взлетели до 26% годовых. Деньги в сельское хозяйство не пошли. А те деньги, которые пошли, были до конца не востребованы. Потому что сейчас для нас главной проблемой является не то, что у нас есть санкции или отмена санкций, а то, что у людей нет денег. Если у людей нет денег на покупку продовольствия, они, конечно, снижают потребление. Таким образом получается, что приоритетом для покупателя становится не качество продукта, а цена, к сожалению. Да. И люди готовы покупать суррогаты? Конечно. Вот в этом-то и проблема, что мы проигрываем конкуренцию отечественным производителям, которые производят ни качественную, ни натуральную продукцию продовольственную. Вот, например, за последний год на 700 тысяч тонн ввезли больше пальмового масла в страну. Ясно, что это так называемое пальмовое масло попало в молочные продукты. Конечно. И существует завод по производству молочнокислых продуктов, которые не закупают натуральное молоко. Да. Я уверен, что если бы сейчас государство сказал, что из пальмового масла никаких молочных продуктов мы не делаем, полки бы опустили сразу. Но это была бы ситуация хуже, чем в Советском Союзе. Но ведь совершенно же точно, доподлинно известно, кто голосовал в Государственной Думе, кто продвигал это пальмовое масло. Но это же вредительство. Ну, я бы так сказал. У нас интересная такая формировка есть в стране. Продовольствие должно быть безопасным. Никто не говорит о том, что оно должно быть полезным, а вот безопасным. Не вредным. Если вы будете жевать картон, то это будет, наверное, тоже безопасно. Только пользы это никакой не принесет. После того, как мы перешли из ГОСТов на ТУ, можно написать все, что угодно, потом найти ученых, которые скажут, что это не так уж и вредно, и после этого запустить это в серию. И продавать под видом молочной продукции. Молочники настоящие, а я член Молочного Союза России, говорим, слушайте, ну хоть напишите на пакете, чтобы было видно, не так мелким текстом, а вообще, что это видно, с применением пальмового масла. Тогда люди будут хоть знать о том, что они покупают. К сожалению, пока этого не происходит. Поэтому сейчас производители натуральной молочной и другой продукции находятся в очень сложном положении. Или ты вынужден разоряться, потому что человек не видит, какое масло вообще пальмовое или натуральное коровье. И поэтому покупает ценой. И второе, это то, что государство говорит о поддержке аграриев, но поддержки такой мы не чувствуем. Потому что победные реализации о том, что мы столько денег послали, во-первых, деньги, это, к сожалению, не доходит до нас в полном объеме. Потом эти деньги распределяются между крупными агрохолдингами, которые могут доказать банку, что они платежеспособны. И мелкие и средние производители не могут этого сделать. Ну, а банки у нас тоже государственные, большие. Им с мелкими клиентами работать не очень хочется. Поэтому, как правило, львиная доля так называемой господдержки попадает все равно в крупные агрохолдинги, которые занимаются индустриальным производством. Не совсем всегда натуральные, но всегда очень большого количества вот этого продовольствия. А инвестиции в сельское хозяйство, насколько они длинны? Сколько нужно времени, чтобы расправить плечи и задышать свободно фермеру? Здесь сельское хозяйство многоотрасовое такое понятие. Если вам нужно быстро произвести картошку, то вы можете в течение одного-двух лет поработать с полем, купить комбайн, семена, и начать производство. Если вам нужно корову, например, или молочное животное оство, то, как правило, от теленка до коровы, от рождения до появления молока, это 26 месяцев. Если вы хотите посадить сад, то это как минимум 5-8 лет, чтобы он вступил в подношение и начал производить то количество продукции, которые нужны. И инвестиции, как правило, окупаются в садах, в молочном животное оство на 8-й, 15-й, иногда даже 20-й год. Но, понимаете, у нас же нестабильная экономика. Если вы не можете знать, сколько у людей будет денег, вы надеетесь, что вы производите много, например, курятина, как это случилось вот сейчас, и вдруг вам сказали, слушайте, а больше не нужно. Мы достигли продовольственной безопасности не потому, что мы произвели то количество курятина, которое нужно людям, а потому, что люди перестали покупать мясо. За последний год потребление мяса уменьшилось на 10%. Я вам пример приведу. Если в среднем в мире люди потребляют 90 килограмм мяса вместе с Африкой, с беднейшими слоями населения, то в Европе и Евросоюзе люди потребляют 120 в среднем килограмм на душу населения. А у нас потребление мяса в прошлом и в прошлом году было на уровне 70 килограмм на душу населения. То есть мы не доедаем нормально даже до среднего уровня. Нам нужно срочно повышать покупательную способность населения. иначе нам некий, зачем будет производить эту продукцию. И вот почему теперь цена не растет? Потому что мы нарастили производство. В 2006-2007 годы, во втором половине мы огромные деньги вложили государственные в мясную отрасль, в свиноводство и в производство мяса курицы. И тут покупательная способность населения упала. Люди стали покупать гораздо меньше, а продукции на рынке большое количество. Естественно, что такое цена? Это баланс между спросом и предложением. Если спроса нет, а предложение увеличивается, цена будет падать. Тогда через некоторое время многие производители курятины или свинины начнут разоряться, потому что одновременно... Снизить темпы они не могут? Не могут, но одновременно повышается нагрузка на бизнес. Налоги, платоны, акцизы на топливо, психические сборы, ветосвидетельства. Государство продолжает придумывать и придумывать всякие барьеры административные. Административные. То есть президент говорит, что давайте мы освободим от излишних барьеров административных бизнес. И в этот момент происходит совершенно обратно. Таким образом, получается, что мы в перепроизводстве? Просто вот рапортовал Александр Николаевич Ткачев президенту о том, что в 2016 году рекордный урожай зерна собрали. Так это плохо получается? А вообще, знаете, что для каждого фермера недород даже лучше, чем перепроизводство? Почему? Потому что когда ты много производишь, девать это некуда, ты начинаешь снижать цену. Если ты снижаешь цену ниже себестоимости, то получается, что ты работаешь практически в убыток. Но... У нас 146 миллионов, которые нужно накормить. Правильно. Что делают американцы? Берут 70 миллиардов долларов, покупают у своих фермеров продовольствие и раздают бедным бесплатно. Он не решает сразу несколько задач. Первое, не бунтуют те, которые им есть нечего. С другой стороны, поддерживают сельское хозяйство. Причем эти деньги все министерство США, а никакое другое министерство распределяет. И тем самым они поддерживают платежный спрос, или потребительский спрос, и поддерживают фермеров. А у нас получается так. На протяжении уже, наверное, 8 или 9 лет я слышу, что в Госдуме идут разговоры о том, что надо водить продовольствием талон. Надо водить продовольствием. Но никто этого не делает. Абсолютно никто не занимается тем, чтобы, к сожалению, малообеспеченное население ело хотя бы нормально, потому что если его не накормить, то потом придется деньги платить за здравоохранение. У нас как будто бы этого не понимают. И поэтому деньги находятся на все, кроме малообеспеченных. Тогда страдает сельское хозяйство. Потому что ты построил ферму, начинаешь давить натуральное молоко, люди не могут его купить, сыр из него не могут купить, масло из него не могут купить. В результате они покупают какие-то суррогаты, и мы поддерживаем пальму откуда-то из Индонезии. Вот это все называется, на мой взгляд, отсутствием государственной политики в сфере сельского хозяйства. А средняя зарплата сельхозработника, по-моему, 15 тысяч рублей? Нет, сейчас она по стату была в прошлом году 18, сейчас, может быть, будет около 20. Как заманить за эти деньги молодых работать наземным? Это еще одна тема для критики государственной программы развития села. Там написано, что в 2020 году деньги, которые должен получать сельский работник, должны быть половина от зарплаты в промышленнике. И это означает, что ни один молодой инженер никогда и не подумает идти в сельское хозяйство, потому что ему заранее написали, что он нищий. Ну и ни одна женщина, девушка не выйдет за одного молодого парня, который собирается остаться в деревне. И поэтому это вообще не государственный подход. А зарплата средняя в сельском хозяйстве должна быть такая, как у нас. Порядка, вот мы сейчас в прошлом году, 78 тысяч рублей каждый работник получил. Это не считать топ-менеджеров, таких, как я, руководителей. Это еще как-то может стимулировать человека остаться на своем рабочем месте, потому что мы работаем в очень сложных условиях. У нас погодные условия, у нас огромные переработки. Когда мы работаем, например, собираем землянику, мы работаем, или зерно, с пяти утра и до десяти вечера. Весь световой день мы работаем, потому что и по-другому нельзя, иначе урожай пропадет. И поэтому это своего рода даже не работа, а это стиль жизни. Чтобы ты все время был в напряжении и работал. За это нужно платить. Сто с лишним лет уже совхозу Ленина? Нет. В 1918 году, 10 ноября, нам будет ровно сто лет. Сто лет будет, да. И вы как-то безболезненно перешли из советских времен к условиям рыночной экономики. Если считать, что четыре рейдовские атаки, и мы пережили, что у нас все время гнобят со всех сторон. И мы живем не благодаря, а вопреки. Вокруг нашего хозяйства было очень много успешных хозяйств. Орденоносные директора, очень хорошие показатели. Но сейчас осталось, вот из 11 хозяйств нашего района осталось одно. И мы вообще на самом деле вдоль кольцевой дороги единственное хозяйство, которое выжило. И поэтому я бы не стал наш опыт распространять. Мы просто боролись все время. Знаете, вот притча про лягушек, про двух лягушек, которые упали. Одна там билась, билась и утонула. А другая долго билась, разбила масло и выпала. То есть у вас масло? Ну да, да. Вы же очень привлекательны для застройщиков. Вы так близко. Новая Москва строится, расширяется. Какая клубника земляника? Я всегда привожу западный пример. Когда вы приедете в любой город, в мировой центр, Париж, Мюнхен, Берлин, вы обнаружите рядом с городом поля. Шаровой доступности. Да, причем я в Мюнхене нашел поля земляничные. Мы входим в союз земляничных в Германии. Которые находятся прямо в черте города. И никого это не смущает по одной простой причине. Мы не только продовольствие производим, мы еще и кислород производим. Если вы все застроите огромными бетонными зданиями или жилыми кварталами, то у вас не будет экологии. А мы, производители кислорода, углекислорода, в общем, всего, чего производят растения. Потом, ну кому хочется все время из окна видеть чужое окно или какую-нибудь стену. Люди хотят, вот у нас, чем хорошо совхоз, если вы к нам приедете, вы видите, что, например, стоит многоэтажный дом. Но из этого окна видно, как комбайн убирает зерно. Или как ходят люди и собирают землянику. И потом эту землянику через час вы можете купить сразу. Потому что свежим является не то, что привезли откуда-то издалека, а именно то, что произведено здесь. Я знаю, что смотреть на то, как кто-то работает, очень увлекательно. Но, видимо, в этом доме живут те, кто работают. На этом поле, поэтому наблюдать сами за собой они не могут. Как-то тут в разговоре с одним политическим людям пошутил, что если бы не поменялся наш уклад, строй социалистический, то все бы хозяйства жили, как мы. То есть можно собчитать и одновременно социалистические принципы, а у нас все, без исключения специалисты, в том числе и молодые, живут в новых домах. У нас все обеспечены квартирами. Если человек рожает ребенка, то есть семья рожает ребенка, мы ему улучшаем жилищные условия. У нас сейчас пятого ребенка один из наших киповцев, скажем так, произвел на свет. Это что, простите? Кип – это контрольно-изменительные приборы. Кстати, у нас же высокоточная уже техника. У нас новейшие технологии мировые. Вот эти роботы, огромное количество механизаций, которые вообще, извините, не только в лучших странах, в самых модернизированных странах мира. Так вот, мы им дали две квартиры. Объединили их в одну, и получилась пятикомнатная квартира. И у этого человека, у которого нормальная зарплата, и он знает, что его не бросит хозяйство, и у него есть уверенность в завтрашнем дне, у него появляется желание рожать. Жить и работать дальше. Социализм какой-то просто. Вот удивительным образом я знаю несколько человек, которые сохранили старые названия. Марк Анатольевич Захаров, театр по-прежнему Ленком. У Павла Гусева московский комсомолец, а у вас совхоз имени Ленина. И два, насколько я знаю, памятника вождю мирового пролетариата. Причем один вы недавно совсем поставили. А что за любовь такая к Владимиру Ильичу? Вы понимаете, вот про нас часто говорят, что Иван, не помнящий родства. Это же наша история. И я, кстати, в этом году, столетие Великой Октябрьской социалистической революции, я всегда говорю, слушайте, а кто сказал? У нас вот это переписывание истории, говорят, что Россия страна с непредсказуемым прошлым. То хороший Сталин, то плохой. То хороший Ленин, то плохой. Это наша история. Хорошая, плохая она уже была. Что с ними сводить счеты? Другое, что нам имя Ленина не мешает работать. Мы всю жизнь работали с этим именем. Причем добивались высоких... Игурас не бросает в дрожь. Нет, вы знаете... Это же не ревизионизм. Это просто не то, что мы это знали, но говорили, что это хорошо. Нет, мы просто многого не знали. Слушайте, мы вообще и сейчас многого не знаем. Много не знаем. Ну, например, Китай, который не отошел от Мао Цзэдуна и от коммунистической идеологии. И, кстати, прекрасные показатели показывает. Он, скажем так... Ну да, они поженили коммунизм с капитализмом. Да. И причем, я больше скажу, если вы почитаете историю, вы поймете, что Ленин тоже это делал. НЭП, новая экономическая политика, которую прогласил Ленин, ну, он, к сожалению, рано ушел из этой жизни, но именно НЭП дал возможность развиваться тогда советскому государству. Так вот, китайцы, они говорят, что Мао Цзэдун был на 40% неправ, на 60% прав. И они не обсуждают хороший Мао Цзэдун, плохой Мао Цзэдун. Они просто с ним живут, но идут по своему пути, не оглядываясь назад. А мы все время почему-то оглядываемся назад. У меня такое впечатление складывается. Знаете, когда вору надо что-то украсть, он говорит, слушайте, надо же лечь внимание, он говорит, вот там, да, вот там грабят, вот там, посмотрите. А в этот момент, значит, все это... И многие наши вот эти либеральные деятели 90-х годов, они, по-моему, так и поступили. Он говорит, мы продаем, один такой деятель говорил, что мы, каждое проданное нами социалистическое предприятие, это гвоздь в гроб социализма, коммунизма. В этот момент он набивал себе карманы деньгами, отвлекая идеологии и всех остальных. В результате по две Волги мы с вами не получили, но зато многие вот эти олигархи получили все, что раньше принадлежало народу. А теперь, говорит, ну, мы же немножко ошиблись, надо было подкорректировать курс. Чего его корректировать? Я вот вам пример приведу. В этом году государство, Ткачев об этом говорил президенту, выделило 7 миллиардов рублей на все социальное развитие села всей России. И одновременно у одного полковника нашли 9 миллиардов рублей в сейфе. Или, например, один олигарх построил яхту себе за 600 миллионов долларов, что равняется вообще-то 36 миллиардам рублей. Так вот, соотнесите, вся сельхозинфраструктура на 7 миллиардов и олигарху яхта за... Замышленные потребности одного человека. Нет. Это заниженные наши требования. Потому что в сельском хозяйстве, в сельской местности всего 40 миллионов населения, наших граждан. Если взять 7 миллиардов, разделить на 40 миллионов, вы поймете, что одному там 8 рублей достанется. Это ненормально. Богатая страна не может содержать свои территории в таком виде. В результате люди уходят из деревень. Количество больниц сокращается, потому что денег нет на содержание. Количество детских на школьных учреждениях, школ. И это все вызывает неприятие сельского населения. Кстати, хотел поинтересоваться, есть ли у вас собственная экологическая служба, просто близость ваших земель к огромному мегаполису. Наверняка, ну понятно, что вот вы артерия для нас, я имею в виду, да, производитель кислорода. А мы для вас что с нашими выхлопными газами? Вообще-то, вот, понимаете, я когда разговариваю с экологами, с людьми, которые занимаются этим, я говорю, слушайте, а можно в экологически грязной стране выкрасить экологически чистую продукцию? Да, вот-вот. Причем в любой точке нашей страны необъятной, даже в тайге, могут выпасть радиоактивный дождь, какие-то осадки непонятные, что течет в воде, непонятно. Мы выращиваем определенную продукцию, которая проходит по всем стандартам. Причем наши стандарты достались нам от Советского Союза, они жесткие очень, гораздо жестче, чем в Европе. Жестче? Да. Старые стандарты наши гораздо жестче. Вот, например, содержание всяких пиццидов, гербицидов, ну и других веществ в той же Англии в пять раз меньше, то есть больше, чем у нас. То есть у нас жесткие условия. Мы пользуемся внутренним контролем, потом мы добровольно сертифицируем всю продукцию, и, в общем-то, я могу сказать, что к нам никогда не было претензий, которые бы, я скажу, предъявил Росликосназор, но за нами очень... Понимаете, мы в таком месте живем, что за нами все следят, все без исключения. Ваше хозяйство можно считать процветающим? Наше хозяйство можно считать процветающим, но, понимаете, мы находимся в очень специфических условиях. Мы находимся практически в рынке сбыта. Мы практически не работаем с посредниками. То есть вы на логистике выигрываете? Конечно. Мы, во-первых, например, мы производим тысячу тонн земляники ежегодно. И выручка составляет 270-280 миллионов. Но если бы мы работали через посредника, мы бы получали только половину этих денег. Из-за того, что мы находимся прямо в Москве, нам не нужно куда-то там... К нам приезжают покупатели, мы ставим палатки в Москве, мы продаем риски сразу конечному потребителю, гражданину. И поэтому у нас доход достаточно большой. Если, например, мы работаем с овощами, а у нас 14 тысяч тонн овощей и картофеля мы производим, то в самый пик, когда вот большие морозы, когда никто не может привезти сюда овощи, зимой мы открываем свои холодильники и торгуем. И цена у нас выше, чем в среднем по России и по нашему региону. Если касается молока, то мы поставили новое молочное оборудование, и фирма, которая у нас покупает молоко, считает, что это высшее европейское качество, и поэтому наша цена на молоко самая высокая. На сегодняшний день мы заключили договор, сейчас по 33-34 рубля за литр. Для вас каким был 16-й год? Я имею в виду не для вас лично, а для хозяйства. Чем, ну, во-первых, в минусе или в плюсе? И чем гордитесь? Ну, мы многоотраслевое хозяйство, поэтому, если, например, взять землянику, растение острова, то мы в плюсе. Если взять, например, переработку, а мы еще выпускаем соки, напитки, там ситуация ухудшилась, потому что мы покупаем, извините, все за евро, составные части себестоимости, а продаем мы населению, у которого нет денег, и поэтому цена не растет, так, как мы хотели. Поэтому там минус будет достаточно серьезный. Но общая экономическая ситуация в совхозе, она стабильна. Мы же, знаете, раскладываем яйца в несколько корзин. И что-то выстреливает, что-то получается хуже. Но у нас многоотраслевая экономика, которая стабильно себя чувствует при любых условиях. То есть компенсирует одно другое. Другое дело, что работать все сложнее и сложнее. Количество проверок в неплановых увеличилось. Они же должны были сократиться. Ну, слушайте, должны быть. Две большие разницы. По закону же должны были сократиться. Нет, президент сказал о плановых проверках. Они действительно сократились. А вот неплановые, они увеличились. И это причем статистика российская, не только моя. Но это давление на бизнес увеличилось. Налоги вроде бы как не повысились, но с другой стороны сборы появились. Опять же, тот же платон, те же акцизы на топливо. Ведь, например, для всего сельского хозяйства введение акцизов на топливо обошлось в 7,5 миллиардов рублей. Это ровно столько, сколько выделяют на поддержку села. И я всегда говорю, слушайте, ну не надо. Может быть, вы лучше не выделяйте деньги, но зато не берите вот это. Потому что на самом деле это все... Пока ты все бумаги заполнишь, пока ты сдашь, потом через полгода тема что-нибудь придет, а может и не придет, потому что бумаги неправильно заполнил. А у фермеров, у сельхозпроизводителей не так много юристов. И это всегда проблема. Но на самом деле мы неконкурентно способны по сравнению с Белоруссией, с Казахстаном. И вы видите, что не мы везем в Белоруссию молочную продукцию, а маленькая, небольшая Белоруссия, которая никогда не была житницей, вдруг стала ввозить нам огромное количество не только того продовольствия, которое они получают из Литвы, из Польши, еще откуда-то, но и своего продовольствия. А они поддержали своих фермеров, и те постепенно заполняют наши рынки. А мы не можем выиграть конкуренцию. Не с казахами, не с белорусами, ну уж не тем более с какими-то датчанами по свинине или поляками по яблокам. Поэтому нам надо менять структуру экономики. Нам нужно делать то, что сейчас сказал Трамп своим. Надо снижать налоги для бизнеса, надо убирать тарифы. Вот, знаете как, журналисты описывали целый день, например, о инаугурации Трампа. Об этом было много очень сказано. Но никто из них практически не сказал, что в этот момент федеральное антимонопольное служба приняло решение, что тарифы на газ для населения и, соответственно, для нас увеличиваются практически на 4-3-9 процента. Хотя год назад они увеличились только на 2. Правительство само разгоняет инфляцию, забирает деньги, которых и так мало, у промышленности, у сельского хозяйства, у населения, и говорит, слушайте, ну, живите как хотите. Или вот еще пример. Во всем мире после того, как цена на нефть уменьшилась, упала цена на солярку и бензин. Но только в одной стране. У нас она повысилась. Почему объяснить никто не может? Ну, по крайней мере, здравого объяснения этому нет. И поэтому государство должно стимулировать развитие бизнеса. Тогда мы будем больше зарплат платить. Тогда больше будет потребление, особенно наше. Мы пока живем в ожидании. То ли в ожидании повышения цен на нефть, то ли в ожидании структурных реформ. Но, знаете как, рано или поздно вот эти ожидания, они не сбудутся, не дай бог. И тогда будет очень тяжелая ситуация. Потому что у людей все меньше и меньше денег. Сто лет назад Великая Киевская революция началась, знаете, с чего? У людей не хватило денег на дешевый хлеб. И они вышли на улицы. А полицмейстер тогда, Петербург, сказал, я не буду стрелять в женщин с детьми. Нашим государственно-олигархическим группам отказывает чувство самосохранения. Им нужно срочно менять экономическую политику. Дать возможность людям зарабатывать. Дать возможность пенсионерам получать деньги, чтобы они могли пойти к нормальному маслу купить. И вот я сегодня, когда ехал, читал такие интересные вещи. Считается, что... Сейчас начали опрашивать людей, какая нормальная пенсия у человека. Сказали, что 30 тысяч подойдет. Я вам сейчас быстро объясню, как это. Раньше вы ездили в метро и платили 5 копеек. Сейчас вы платите 50 рублей. То есть в тысячу раз. Раньше вы покупали хлеб, и он стоил 16 копеек или 13 копеек. Сейчас вы продаете 16 рублей. Это минимум, который вы должны за буханку отдать. То есть в тысячу раз. Если раньше самая маленькая пенсия была 30 рублей, умножьте ее на тысячу, это будет 30 тысяч рублей. Вот вам и все. Люди ничего не хотят. Они хотят жить, как жили в Советском Союзе. Тогда хватало денег на все. И пенсионерка, которая работала всю жизнь, она чувствовала себя богатым человеком. Вот моя бабушка. Она откладывала, она работала. В результате, когда она вышла на пенсию, у нее было 5 тысяч рублей на книжке. Это были большие очень деньги. Жигули. Жигули, да. Я, кстати, взял у нее взаймы эти деньги. Через два года отдал. Был молодой инженер. У меня не было своих денег. Тогда никто не говорил, что возьми ипотеку под... Или там что-то под годовых. Я ей через два года... Мы хорошо зарабатывали в Совхозе. Я всю жизнь работаю в Совхозе. И мне я дал эти деньги. Вы техником пришли в Совхоз? Я вообще-то инженером. Ну, вообще-то я закончил по направлению от Совхоза институт. Наш институт назывался Московский институт инженера психоспроизводства. Сейчас его влили в ТСХ. Это отдельная такая больная тема. То есть, молодым инженером пришел? Да. И пришел, а потом был бригадиром. Потом инженером-механиком. Потом завмастерскими. Потом замдиректора. И вот уже 21 год работаю директором. Я только не понимаю, как вам удается, собственно говоря, и успешное хозяйство содержать. И при этом детские сады у вас бесплатные. Пенсионерам вы приплачиваете. Многодетным семьям квартиры-то раздаете. Вот очень хороший, я сказал Слава Меджириновского, но и других политических деятелей скажу. Главное не врать и не воровать. Если ты живешь в одном доме со своими работниками, они видят, что ты встаешь на работу и приходишь даже раньше, чем они, а уходишь позже. То есть, у них нет классовой к тебе ненависти. Если ты все доходы не ведешь куда-то в офшоры или не покупаешь непонятную роскошь, а если ты это вкладываешь в развитие производства, а еще когда мы акционировали в 1995 году, мы сразу написали, что все доходы мы тратим на три вещи. Это первое, материально-техническое обеспечение нашего предприятия, модернизацию и поддержку малобеспеченных слоев населения. Тех самых пенсионеров, детей. И мы, правда, не совсем правильно сказали. У нас не бесплатно. У нас просто наш детский сад принимает всех наших детей, всех вообще детей, не которых работают в совхозе жители, а всех жителей совхоза по муниципальным ставкам. Три рубля. То есть, три тысячи рублей. Но мы позволяем... Главная задача – это увеличение зарплаты. Вот, чтобы вы знали, в Коммунистической партии Советского Союза первым пунктом, везде было написано в программе «Повышение материального благосостояния советского народа». Мы у себя это записали, и каждый год зарплата у нас повышается так, чтобы это было гораздо выше инфляции. Потому что, хотя, еще раз говорю, это не всегда приносит прибыль в сельское хозяйство. Вы правильно сказали? Ну, не совсем правильно процитировали. Там было сказано так. Если вы хотите потратить деньги быстро, вы пойдете в казино. Если красиво, потратите деньги на женщин. А если абсолютно уверенно, то вложите в сельское хозяйство. Так вот, мы на красиво и быстро не тратим, хотя женщина наша тоже хорошо зарабатывает. А вот, вкладывая деньги в сельское хозяйство, еще другие источники получаем доходов. Ну, я вам только один пример приведу. Если вы строите дома и квартиры, и они хорошие для своих работников, то излишки вы можете продать. А, например, рентабельность жилищного строительства до недавнего времени ну, уходила в два, ну, в сто процентов или даже больше. Именно поэтому многие олигархи стали строить дома в больших объемах. Имея такие земельные ресурсы, и мы даже не стали, скажем говоря, производить какие-то манипуляции. Мы просто на тех же землях рядом построили, ну, например, взяли пасеку, убрали ее в сторону, и на этом месте построили три дома. Это дало эффект просто удивительный. Эти деньги, которые мы заработали, мы вложили в людей, в детские сады, в модернизацию производства. И за счет этого, не беря никаких кредитов, которые отдать практически невозможно, все это знают, мы практически вне зависимости от господдержки и от банков развили свое производство, которое мы сейчас и получаем обратно. Таким образом, если некий кризис покупательный будет продолжаться, вам придется построить еще три дома, потом еще три. И в результате, собственно говоря, все придет к тому, что новая Москва выдавит совхозы. Вы слышали, надежда умрет последний. Безусловно. И мы надеемся, что рано или позже, поздно, наша власть, наше правительство сделает так, что экономически выгодно будет производить сельхозпродукцию. А поскольку я вам уже рассказал, что мы в рынке сбыта находимся, наша продукция, поскольку она свежая, качественная, будет самой востребованной. Потому что, если вы, например, говорили, как вы выдержали конкуренцию. Вот, например, в этом году мы производим землянику и продаем ее по 300 рублей килограмм. Вы продаете дороже, чем турки. Дороже, чем турки. Греческая, турецкая. Ну, качество. Что такое качество? Но, правда, пахнет клубникой настоящей. И поэтому люди стоят у нас в очередь, а рядом эта турецкая никем не покупается. Потому что качество продукции определяется, в том числе, не только названием. Ну, ужас. Мы уже успели с вами констатировать, что, к сожалению, качество уходит на второй план. Покупательная способность. Да. Но Москва все-таки богатый город. Каждый выживает по-своему. Знаете, как все несчастливые семьи одинаково. Счастливы каждый... Да нет, счастливы одинаково, несчастливы каждый по-своему. Мы в этом отношении попали в эту ситуацию, мы здесь и выживаем. Я уверен, что если бы такие условия хозяйственные были у всех хозяйств Подмосковья, то мы бы все так жили. Но многие были просто скуплены олигархами, закрыто все производство. В результате москвичи лишились качественной, свежей продукцией. Вот и все. Потому что все привезенное откуда-то, тем более еще по технологиям тем самым, которые, в общем-то, я, например, не воспринимаю. Он говорит, а это все-все пластиковые помидоры, пластиковые огурцы. Он говорит, а нужно производить много продукции качественной. И она, кстати, всегда дороже, чем вот эта вот продукция, ну, скажем так, массового спроса. Если вы приедете в любую страну мира, вы обнаружите, что фермер все равно утром к нему приезжает в местный город, который скупает у него все молочные продукты. Потому что он точно знает, что это качественно, свежее и полезно. Раз уж заговорили о вашей знаменитой клубнике, хочу спросить, какого урожая ждете? И будет ли совпос Ленина поля, точнее, открыты для тех, кто помогает вам собирать землянику для продажи? И сколько вы, как вы расплачиваете с ними? Какое количество можно с собой унести? Там есть какой-то... Видите, сколько на улице сейчас снега. Это очень радует агрономов. Это означает, что даже вот эти морозы, которые были, поскольку снегом все закрыто, не повлияли на урожай. У нас цыплят, конечно, по осени считают, но пока для земляники, а у нас зона рискованная земледельно-посадоводство... Зима хорошая. Да, зима хорошая. Что там дальше будет, как это будет развиваться, весна, попадут ли цветоносы под ранние морозы, какие у нас бывают всегда майские вот такие заморозки, не знаю. Но пока все идет отлично. Но москвичи приходят к нам собирать? Ну, а что касается москвичей, а без них мы просто бы не выжили. Причем, тоже еще одно наблюдение. Как только покупательная способность населения снизилась, количество людей, которые хотят прийти и заработать, увеличилось многократно. Первый раз в этом году мы отказывали людям... Все грядки заняты. Да. Когда приходят 6 тысяч людей, а мы можем взять только 2, потому что у нас плантации не хватает, мы вынуждены отказывать, потому что иначе они будут просто бегать по полям, по пустым. И возмущаться. Поэтому для нас это проблема. Ну, понимаете, как мы любую проблему решим, если вот москвичи приходят. Нам больше проблем, когда люди не приходят. Дождь пошел, и народ не пришел, а ягоду надо собирать. Вот поэтому мы иногда нанимаем так называемых гастарбайтеров, которые точно и в дождь, и в любую погоду приходят. Если бы вы стали министром сельского хозяйства, вот БЛИЦ, 5 пунктов, что бы вы сделали? Это надо разъяснять, это такие термины. Ушел бы от софинансирования. Это значит, не стал бы... Софинансирование... У нас есть такое понятие софинансирования из бюджета субъектов федерации. Дефицитные бюджеты субъектов федерации не дают денег. Соответственно, федерация не выделяет этих денег. И каждый год любой министр, неважно какой, до прежней или нынешней, говорит, что деньги не выбрали. Именно поэтому. Ушел бы... Ушел бы от так называемой кредитной ставки от банка. Понимаете, когда определять, где должны построить... То есть, отрасль может без своего банка существовать? Вообще, конечно. Все отрасли во всем мире существуют. Потому что там, какой банк не придешь, все равно тебе дадут полтора процента годовых. Там не нужен специальный банк. А вот гарантом по кредиту может выступать государство. Но банки должны быть открыты, и процентная ставка должна быть совершенно такой. Третье, я бы, конечно, подстегнул потребительский спрос. То есть, я обязательно бы ввел продовольственные карты. Люди не виноваты в том, что у них нет доходов, что фабрики разорились, что в сельской местности нет работы. Люди должны получать минимум продуктов. Тех, которые должны быть у детей на столе обязательно. И поэтому я этим самым поддержал бы всех фермеров. Деньги направил бы не на строительство стадионов, а на обеспечение продуктами первой необходимости всего населения Российской Федерации. И поддержка, наверное, качества этих продуктов. Потому что, когда мы говорим о потребительской корзине, вроде да, но это не та корзина, которая была у россиян недавно. Это четвертый пункт. Я бы обязательно сделал все, чтобы никакого суррогата на полках магазинов не было. Государство может это сделать легко. Просто ввести обратно ГОСТ и сказать, что никаких ТОУ нет, и все госприемка. Ну, потому что это здоровье населения. Я как-то, представитель комитета тогда была, Ирина Яровая, по безопасности. Я ей говорю, слушай, ты понимаешь, что тебе надо заниматься продовольствием? Потому что главная безопасность – это продовольственная безопасность страны. Продовольственная безопасность – это гарантия здоровья. Это гарантия, скажем так, дальнейшего продвижения. Почему американские фермеры, а так у них получилось, стали самым богатым слоем населения в Америке? Потому что государство знало, что эта крупнейшая прослойка населения должна обеспечить всех нормальной натуральной едой. Поэтому они ими занимались. А машины мы вам заберем. Да, и поэтому я как-то пошутил, что я бы, например, назначил председателем молочного союза Миллера, зернового Сечина, и у нас сразу бы все пошло. Потому что у нас очень много, значит, кто кого назначили на пост главного. Потому что сельское хозяйство должно быть приоритетной отрасли. У нас она, кстати, всегда была приоритетной. Ну, а все производные, потому что нам, конечно, нужны деньги на модернизацию, нам, конечно, нужны, скажем так, совершенно новые подходы к нашему науке сельскохозяйственной, потому что нельзя быть зависимым от импортных технологий. Это уже производные процессы. Сельское хозяйство должно быть главной отраслью в стране. И, вот вы мне сказали, как бы ты поступил, будучи министром сельского хозяйства. Я пришел к премьер-министру и сказал, слушай, у нас в совхозе бухгалтер никогда не командовал. Поэтому ты своего министра финансов посади, он должен выполнять бюджет, больше ничего. А он дам денег на антикризисную программу, не дам денег. Ну, великий такой. Надо поставить его на место. Я благодарен вам, что сегодня нашли время ответить на мои вопросы. Дорогие друзья, напомню, сегодня у нас с вами в гостях был директор совхоза имени Ленина Московской области, заслуженный работник сельского хозяйства России Павел Грудинин. Спасибо. Спасибо.